Макс Цукер В 1931 году бежал вместе со своей женой немкой в Советский Союз, думая о том, что спасется. В 1937 году был посажен в тюрьму вместе с семьей НКВД по обвинению в диверсиях и шпионаже в пользу фашистской Германии. А в декабре 1939 года был выдан, после заключения пакта Молотарю и Риббентропа, гестапо. И был отправлен в гестапо, был в варшавское гетто, где 23 октября 1941 года был избит до смерти и погиб. Мы восстановили дом, где он жил. Нашли, точнее, да, мы нашли. И вот VR это позволяет показать. Вот дом, где господин Цукер жил. Это улица Дернбург-штрасса, 57, в Шарлоттенбурге, в Берлине. Вот. И все здесь другое, несмотря на то, что дом тот же, потому что улица называлась Гуслов-штрасса, дом был номер два. И порядок номерации домов был изменен, конечно, потому что город был разбомблен, измененный. И от него, от того Берлина, в котором жил господин Цукер, еще не остался. Вот примерно, наверное, так выглядел тогда подъезд. Вот. Настоящий берлинский подъезд, который покинул навсегда господин Цукер и его семья. Тогда, в 1933 году. Вот. И тут все интересно еще, и что он родился в Бреславе, в Руславе. Это была Силезия, потом она отошла в Польше после войны. И погиб он тоже в Польше, в Варшавском гетто. Это такая смесь, жуткая смесь географическая и историческая, которые и НКВД, и Гестапо. И то, что он родился на Рождество, будь евреем. И все вот это вместе нас как-то удивительным образом запараллелило в биографии Макса Цукера. Вот то, что тут написано с биографией Халеда Алиассада, куда мы сейчас пройдем. Это тоже взято из просторных интернета. Мы увидели фотографию человека. Было написано, что это директор музеев в Пальмире, в Сирийске. И он погиб от рук исламского государства. И мы начали чуть-чуть больше узнавать про этого человека. И вот здесь его биография. Он родился в 1934 году. На год позже. 1 января тоже, да, это все. На год позже, чем Макс Цукер уехал из Германии. Он занимался тем, что Пальмира стала памятником ЮНЕСКО. И в 2003 году он перестал быть директором, но продолжал работать по этой теме. И вот в 2015 году в Пальмиру пришло исламское государство. Мы как бы начали еще глубже смотреть и нашли. Да, один из... Вот, как бы понять... Для того, чтобы показать, понять, что произошло с Халедом Алиассадом, мы сделали такой музей. Это храм Бога Ваала в Пальмире, который был потом в христианской церкви. Переоткрыт был в 50-х годах 20-го века. Здесь, вот, кстати, мы нашли гравюры. Но явно, что это не 50-е годы. Это гораздо более ранние вещи, 19-й век, скорее всего. То есть этот храм был, как бы, наверное, открыт заново и еще раньше. Вот мы поставили в центр нашей экспозиции. Это модель, выполненная подвижниками из группы Пальмира Нью, по-моему, она называется. Где, значит, волонтеры делают модели памятников Пальмиры погибших. Вот, разрушенных исламистами. И здесь есть фотография. Мы поставили тоже на приступку, как это все уничтожалось. Это фотография, сделанная самими исламистами. На ней изображены вот эти же колонны и бомбы. Взрывчатка, с помощью которых этот памятник был уничтожен. Тут мы нашли единственное сохранившееся изображение этого храма. Это фотограмметрия сделана. Она плохая, вся перекошенная там и плохо сшитая, но она единственная, кто дает представление о реальном цвете хотя бы этого разрушенного храма. С самим Халядом Алиассадом исламисты поступили таким образом, что они отрубили ему голову, выставили тело на публичном пространстве в Пальмире, положили голову к ногам и поставили, значит, надпись, что он был убит за взаимоотношения с европейскими музейщиками и за то, что он сохранял и охранял языческий храм. Что еще? Тоже, как в истории с Максом Сукером, мы поднимаемся и видим, что отсюда две фотографии. Это фотография храма из спутника, когда он еще был, в 2010 году, и вот в 2015 году, видите, на этой фотографии его уже нет, он уже разрушил. Там большая фотография на стене, показывающая этот храм еще в неуничтоженном виде. Вот эти две биографии, как нам кажется, они пересекаются и дают мостик, страшный мостик между 20 веком и 21 веком, между судьбами арабов, еврейцев, евреев, европейцев. Вот такой странный и страшный миша. Добавлю, что у нас по поводу Халеда Рассада есть, и тут можно пройти, будет в проекте Толстоевский, там еще одна интерпретация этой истории. Так что милости просим и туда тоже зайти. Вот эти вот тексты, этот вот разговор внутри интернета с интернетом, внутри с Фейсбука с Фейсбуком, он будет продолжен. И сейчас это все очень как-то достаточно невнятно еще мы произносим, потому что это такие первые шаги, и этот текст, скорее всего, он будет улучшен, изменен более точно. Но здесь нам очень важно, как художников, обозначать самые первые шаги в этом неизведанном и неразведанном мире. Да, ну всего хорошего.